здравствуйте друзья я вас приветствую на третьем дне нашего путешествия тут видите что произошло сразу два пришмартовались лайнера вот идем в город тут на выходе видите полотенчики раздают для того чтобы взять полотенчики вообще что бы то ни было на лайнере есть вот такая карточка магнитного да не все на эту карточку она как бы и для шопинга и для там всего мыслимого и немыслимого это скорая помощь местная значит островок на которые мы приехали называется санкет эти 2t в комментариях спрашивали откуда мы выезжаем и вообще что за программа туров на карибы очень нормально было поехать например из майами но дело в том что тогда за неделю можно будет посетить ну может быть там три острова так поскольку мы поехали из ферда-рика я извиняюсь то соответственно вас 5 островов за неделю вот один был вчера один сегодня завтра у нас такой день или чисто пути а потом еще будут острова так что вот прелесть вот этого тура в том что можно за недельку посмотреть много островов остров этот вулканического происхождения общей площадью что-нибудь где-то 70 квадратных километров и большой исторически здесь выращивали много сахарного тростника даже сохранилась на дороге по вывозу этого всего сейчас это туристическое такое место можно по ней прокатиться так что первые поселенцы здесь появились это в 1620 году давно тут есть крепость пятьдесят тысяч населения еще они являются независимым государством где-то года спустя старого они отделились от великобритании совершенно независимы на этом острове как только выходишь с пирса сразу торговля здесь очень много торгуют бриллиантами золотишко посмотрите не успеваешь абсолютно никуда отойти а вот уже со всех сторон это местный такой таксопарк мы сядем на такси и поедем на пляж который называется соус фрайер пич сайте для фраеров в общем едем на такой пляж я а вот справа это уже карибы это я немножко с другой позиции тоже то атлантическое побережье смотрю вообще видно что островок такой зажиточный тут много хорошего такого жилья потому что в основном то острова очень бедные тут страшно смотреть что там происходит вот здесь очень ничего меня попросили подвинуться для съемки вот мы приехали на пляж тот самый саус фрайер бэй такой пляж народ загорает небо хорошая это мы на карибской стороне вот тут мы в тенечке пристроились вот тут мы в тенечке пристроились и вот такой пейзажик мы со светланой арендовали вот такой как он называется лавси 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 такой лавси соломенный за двадцатку вот и в тенечке поставили и что тенечек от палатки такой вот без тенечка плохо вот такие интересные транспортные средства здесь есть люди приезжают на пляж уезжают с пляжа здесь такая но как бы станции не назовешь но такое кольцо на котором народ собирают и подвозят пальмы тропики хорошо мы со светланой перед посадкой на кораблик зашли в магазин сувенирный вот видите это флаг республики санкт-кельс вот он такой тропический с маечками и я надо сказать не удержался взял себе отсюда несколько маечек вы их еще увидите наверное в наших репортажах вот такой магазин тут вот их много и все они так примерно одним и тем же торгуют вы видите друзья тут на свете есть обезьянка ну о блин это уже здоровенные обезьянки вот она все мечтала что придут обезьянки в подгузничках и она с ними снимется Света ты счастлива? ты сейчас снимешь? да мы снимем видео это видео да пойдем в торговый квартал зайдем да почему то вот эти обезьянки на свете производят большое впечатление они очень кьют они кьютенькие да ну хорошо это же не такие маленькие дайперсы но специальные для обезьянки из таких мест так это ваша шесть будет в Роберде Плейс да когда-то здесь друзья выращивали много сахара но разве сравнится с выращиванием сахара бизнес туристический да ну такая колониальная застройка я бы сказал так архитектурно оно по-своему интересно да не хочется заходить в ювелирные магазины но вы видите что тут кроме ювелирных почти ничего и нету еще майки есть мы продолжаем двигаться по городу тут наверное так это туристическая часть там пару кварталов но зато прямо сразу возле кораблей это очень удобно не нужно никуда ехать идти там вот мы уже почти пришли на наш корабль там присталь впереди здесь на самом деле меры безопасности довольно такие ну серьезные вот чтобы дойти до корабля тут нужно несколько раз документы показать так что и на сам корабль отдельно там уже на сам корабль там серьезно шмана здесь уставшие но довольные туристы могут лимонадиком или водичкой зарядиться ну если у кого настроение есть а вот тут уже проверят у нас документы на вход да вот это вот устройство для того чтобы дезинфицировать руки особенно света после обезьянов и вот друзья мы снова движемся по нашему стриту или променаду как кому больше нравится мы снова на своем кораблике на автомобиле там написано не залезать только фотографировать со стороны так вот да я